Желание быть Россией. Я напомню вам, я была 82%, а проголосовало даже больше, чем 93% для создания одного государства с Россией и другими государствами. Поэтому мне кажется, что это вообще не долг, что какие-то там люди, кого-то там принуждали, кого-то купили. А вот, где протесты? Где протесты? Вот так, где протесты, пожалуйста, проголосовало. Сыплят по очереди. Ребята, мы сейчас сзади пункт, что не только, а надо продолжать управление деление. Нет, понятно. Нет, очень много. Просто, конечно, был митинг в повеску Майдана, его тупо расстабкали, запинали, все их убили, а Галина смотрела. А Галина, Галович, тоже поднимались, тоже поднимались. Попытки в Севастополе были бы уничтожены. Если бы там люди как бы между собой общались, там российские войска были введены, в том числе для подавления какого-то. Не только войска, это были казахи, еще кто-то. Инакомыслие. Инакомыслие, да. Инакомыслие для нас с вами, к сожалению, оно очень маленькое. Это как мы, понимаете? Ну и что? А если его не давить, может оно и будет больше? У нас это проведение референдума. И мы с твоим маленьким детям, к сожалению, окажем. Так а честный референдум, настоящий? Ну да, а если к ним нам дать? То предъявление, переходим к пункту переворот. Представивший пункт был ввод. Был ввод. Владимир Плотников, Российское социалистическое движение. Ну, наверное, действительно, кто был в Крыму, не дадут соврать. И действительно, все говорят, что люди пророссийски настроены. И я тоже был в Крыму, и не так давно был. И все мы общаемся с кренчанами. И кренчане действительно не русскоязычные. Они являются носителями просто российской русской культуры и так далее. Но, вот все говорят о том, законно ли это было, честно ли это было. Я предлагаю в эти детали не упираться, а взять социальный контекст Украины вообще. Украина это поликультурное, полиэтническое вообще государство. И в тот момент, когда происходит кризис и переворот и так далее, очень просто этой ситуацией воспользоваться. Представьте, если бы Польша или Венгрия ввела войска, например, Закарпатскую Русь, и предложила живущим там русинам, которые по-словацки говорят и по-русински присоединиться к Венгрии, они бы, наверное, точно так же проголосовали. Лишь бы нам отгородиться от этого барбака. Помимо этого, очень многие украинцы, с которыми я лично общаюсь, говорили о так называемых рост-цветушках, то есть о явно россиянах, которые появлялись в тех или иных регионах Юго-Востока и организовывали там что-то. Все, наверное, смотрели ролик из Донецка, там, где просто дерется Майдан с Альтимайданом. И, ну, вы знаете, для меня как человека, который долго на Украине прожил, очевидно, что там были русские. Там просто русскоязычные люди там были. Они кричали, пидорасы, давайте их мочи, вали. Они честные люди. Нет, они кричали. Это была цитата. Нет, конечно, они вконтакте кричали, просто очевидно, что... Ну, это десятый вопрос. Тем не менее, да, вот ход событий, который последовал за этим, вы знаете, он, по-моему, вот для меня мало сомнений оставляет в том, что русские пушки действительно были. И они в Крыму были, причем они были очень давно. И, извините, в середине февраля происходит какой-то спонтанный митинг в Севастополе, в Севастополе еще часть Украины. И выбирает мэром города Россиянина. Это как вообще? Давайте в Австралии выберем мэром. Я предлагаю вообще эти света. Да, конечно, это было сознательно. При том, что действительно очень многие крымчане, очень многие действительно искренне хотят в Россию. То есть, понимаете, у нас вырос барьер между нашими странами за эти 20 лет. Мало кто... В Украине россияне редко бывает, украинцы редко бывают в России. Вот у многих крымчан представление о том, что Россия – это родина слонов. То есть заводы работают, заплаты большие, бандитизма нет, национализма нет, спокойно нет. В коррупции нет, в коррупции нет, мы туда, только русские. Мы туда, мы туда, мы туда, поднимемся, и все, надо понимать. Они не против коррупции. Все, все, три минуты, первый ответ. Главное, это мы поцаре из Австралия пришло в Михайловской об администрации. И в Ак-женских островах мы судимый по Бакланке по 213-й. Порез у вас. И он, кто броня тебя поехал? Загорелся идеей, не поверил. Ну, да, конечно, да? Да, если мы как-то не понимаем, то есть, по руке, по руке, по руке. Южный акцент. Это я совершенно слышал, что это русский такой обычный город. Говор среднерусский город. Ну, вот мы, конечно, не знали, флаг. Я, как это, частный активист гражданский. Что хотелось сказать по поводу выступающего. Тоже хотелось добавить, там где-то был кадр, что вот когда снимали украинский флаг и ставили российский, да? Там еще при этом где-то был ролик, что этот, был флаг шахтера, который в Донецке, ну, там, в Донбассе очень уважают. И если посмотреть эти самые, ну, частные странички этих активистов, там видно, что это все фанаты шахтера. И этот, который устанавливал флаг, он этот флаг шахтера, выкинул его просто. Ну, местный житель... Этого не могло быть. Ну, местный житель, ну, представьте, вот, фанаты шахтера, выкинул, ну, это нонсенс. Вот. И насчет того, что вот это голосование. Вот взяли, то есть, как возможно, это Крым, это территория Украины была. И референдум надо было делать, всеукраинский тогда. Это же не союзная республика. Ну, раньше вот у нас было у союзных республик право на отделение, да? А это автономная область. Когда они могли вот так вот взяли, договорились, так, мы это деляем, там все. Ну, это не для пустили, Ваня. Ну, все-таки вы продолжаете настаивать, да? Потому что, по вашим ощущениям, поголовное у большинства населения за то, что мы будем скрытись. А как тогда вы прокомментируете этот факт, что в Крыму 20% на парламентских выборах получили такие чисто бандеровские партии, как Бальковщина и УДАР? 20% это, между прочим, 1,5-я честная республика. Можно я отвечу? Я на самом деле, когда говорил, что большинство крымчан за, я утрировал, конечно, да? То есть очень много крымчан за, очень много, да? Только один, конечно, что там есть. Ну, можно сказать, очень много, это довольно-таки активная частность населения. То есть есть татары, есть технические украинцы в Крыму, да? И есть все-таки, ну, какая-то часть населения, которая, ну, вот она, как бы, не относится ни туда, ни туда. И Украина все-таки, это территория, которая очень долго была частью исторической Украины, да? И я не знаю, каков реальный бандшинс, а мы этим не узнаем никогда. Людей, которые, ну, искренне хотят, вот они, ну, к сожалению, такие, я не буду говорить, глупые, да? Но они не знают просто реального состояния тела. Но этих людей много, я думаю, можно сказать, как-то там. Да, они наиболее... Парадон, 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 Вы? Да. Я вот хотел бы, хотел бы, ну, точнее, пофориентировать. Очень часто приводит к, как бы, разумеет, что... Референдум, в принципе, нелегитимен, да? Потому что должна была голосовать вся Украина по председателям, так сказать. Хотелось бы, вот, жаль, я вовремя не вывал такого вопроса, что-то в Москве тоже наголосовали, потом поставили здесь. А сколько людей здесь, в принципе, признает право национальное самопределение? Потому что, в принципе, это важный вопрос, особенно в этой аудитории. Потому что, получается, тоже иногда, ну, я бы... Может быть, мы продолжаем сформулировать. В либеральной аудитории бывают тоже двойные стандарты. Это важный вопрос. Вопрос к нему. Нет, слушайте, давайте, у нас очень мало времени. Вы ответить хотите или... Я был... Я жил, и жил почти во всех регионах Западной Украины. И я хочу ответить насчет Бандераса. Да, действительно, население 20% голосует, но она голосует за то, чтобы 3 миллиона было в Италии, чтобы было выезд в Польшу на заработки, чтобы выезд был в Западную Европу. Они боятся, что Россия со своим тоталитарным режимом, почему-то 20% голосует. И вот за 1%, кто поддерживает политические лозунги Бандераса, да, на выборах голосуют эти 20%. Потому что они не хотят, чтобы сюда пришла такая же несвобода, которая в России существует. И в то же время не строить заводы и промышленность. И что им перекроют за границу выезд. Запад, властмедск, власть. Я хотел просто сказать по поводу того, что не большинство, а там 43%, как мы говорили. Неужели вы думаете, что если большинство населения против оплатения в Россию, это так бы осталось незамечено? И так все особо там забублены, что никто не может выйти и высказать свое мнение. Вы тоже так считаете? Вы видели, как избивали людей, которые... А как бабушку избивали прямо-таки в Крыму? Да. Казаки избивали бабушку. Такой ролик. Не видели? Какая-то там очень спокойная. Которая говорит, я учительница, ее бью. Ну, какого ответа? Я просто раздопутываюсь, там нет. Ну, конечно, большинство просто равнодушно. Один, конечно. Один, говорят, ответный мой. Да, я хотел бы утащить просто по структуре населения, да, по-моему, в Крыму. Там, по-дамому краснадо, 700 тысяч просто бесконечно. 300 тысяч вычитаем татар, которые не голосовали. 400 тысяч военных пенсионеров, нашим, которые там будут, от плота. И можно сразу, и в качестве голосовавших 50% населения, 50% населения проголосовало. Ну, да, все просто. Вот и что. Да, ребят, да. Такая история, что вам миллион тридцать человек. Ну, это у нас в Крыму, где вам миллион тридцать человек. А вопрос, который Дроздов предложил, давайте проголосуем. По поводу вообще того, признаем ли мы право, что машина гримит. Я потом хочу вопрос. Да, это у насчет этого принципа. Воссоединение, кто будет начать? Воссоединение. Ну, да. Как это еще? Воссоединение. Вообще, варианты... Нет, подождите. Вот, по руке. Выходите. Договоритесь с вами. Я так буду защитить вас соединение, потому что это действительно исконно российская территория. И население, которое там живет. Оно... После тридцать седьмого года та часть, которая в украинских... В ладке участков, а в репрессе, она была так называемой подком, чтобы к ним не было претензий. И, соответственно, Крым перешел в городах Украины. Это, как говорится, такая быстрая группа Гущёва. Вот. И... Это население... Крым, это российская территория. Но мы должны взять тот режим, который... ...вот. 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 Нужно именно разделить, не путать. Да, действительно, Крым сейчас вначале, он познает репрессии нашего режима и так далее. Но именно не нужно смешать, это режим нехороший. Это же очевидно, что Украина – это суверенное государство, Россия – суверенное государство. Мы оба друг друга признавали, как имеет остальной мир. Мы пришли, признают нас там, хотят нас там делать, не хотят нас там делать. Мы туда пришли и провели там референдум, пообещав кучу баров. После олимпиады, если сможет, мы в руки ездим с и кубавцами. Будем донять пенсионеры, вообще... ...вот. И пришли туда просто, да, пенсионеров, заманили в 2-4 раза выше, военных там своих тоже подкормили. Остальные все равно человеку запугают. Слушайте, в такую атмосферу вообще никто не будет ходить голосовать нормальный человек. Почему-то надо. Все нормальные люди боялись, сторонятся этого. И 82% того, что там пришли – это ерунда. Мало того, есть договор такой вам известный, да, от 94-го года, от 97-го года, что в обмен на то, что Украина не будет иметь статус ядерной державы, не будет никаких изменений ее территориальной целости. Россия же поднялась, но может всегда внестать. И вдруг мы пришли, кого-то помогать, то нас ни о чем не просили. Не было там ни месяц, ни два, ни пять, ни 20 лет назад, ни 20-15 лет назад ни у кого помощи от России, чтобы мы пришли, навели порядок и присоединение к Крыму. Три-три вопрос. Да, да, печально все, что мы... Я отвечу вам. Дело в том, что были события времен перестройки, это, по сути, была революция. И падение Берлинской стены. И был так называемый договор, что общеизвестные НАТО и Запад, которые устроили войну в Афганистане, в Ираке... Афганистане? Афганистане, которые были, что они не будут двигаться на Запад, они не будут провоцировать такие войны, какие привели к Крыму. И в Косово... Войны по Гарсуну, наоборот. ...так называемый нарушен, да? И дал вот этот прецедент насчет Крыма. Косово никуда не... Второй вопрос. Не входило ни в какую другую страну. Это будет полиция, да, РФ, Поза и Гарсуну. Значит, первое. И не вошли. Валентина Ивановна... И они, когда принимали разрешение на ввод войск, она сказала, что там есть трое убитых. Через день Аксенов... И сказал, говорит, у нас убитых нет, говорит, убитых никого. Это раз, это была первая лаэ. Ищи беженцы. Да, 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 ищи беженцы. Показали польскую границу, сказали, посмотрите, а там все чисто... А на нашей границе чисто, мол, нет никого. Раз. Дальше, еще один вариант. Мы помним, что Крымских татар выгнали. И эти... Ну, как бы, депортировались. И эти места заняли русские. Те, которые работали в НКВД. Им эти земли отдавали, как вот за это самое. И вот это вот, может быть, часть вот этих людей, может быть, тоже осталось. Как бы их родители, извините меня... Крым, они тоже боятся. Вот это... Ну, нам известно, что во время Великой Отечественной войны этнически больше всего пострадали сербы. И те сербские семьи, которые жили в районе Косово, они просто... Демократуры... Участливы... 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 Они осуществуются голоса тех... Тех татар, которые вы действительно выселили. Потому что это преступления. То население, которое... Как мы признаем Искотова, албанцев, воле изъявления, ну раз они и наголосуют. Так же мы признаем сейчас. Но мы не отреднее отделяем те преступления, которые были. Да, ну мы сейчас возьмите искать этих татарок в Казахстане, чтобы они голосовали. Я как раз хотела продолжить то, о чем говорил Александр, потому что да, сейчас крымских татар меньше. Почему их меньше? Потому что когда их депортировали в телячьих вагонах, и как они жили, конечно, очень много людей просто умерло. И вернулись назад гораздо меньше, чем оттуда были выселены. Да, теперь получается, что их мало. Это люди, которые очень долго не могли вернуться. Получается, это 1987 год. То есть это те, кто вернулся, они все еще живы, они помнят, как это было, как жить в ссылке. Поэтому говорить о том, что они готовы соединяться с Россией, нет, они не готовы. Да, но их мало. А готовы те русские, которые заняли их дома. Да, ну да. Да, мы уходим на эти. Да, здесь должна быть политика такая, чтобы восстановить права в том населении, которое выйти. Вплоть до того, что если в данном вот такая репетивная политика появилась, их стало в два раза меньше. Вплоть до того, что нет, ну татарин, который сейчас живет, он просто будет голосовать дважды. До того, которого репетировали, который не вернулся. Если будет доказано исторически. Браво, браво, браво. Здорово. Я очень сложно, но... Еще раз, я объясняю свое поведение. У нас первый вопрос только обсуждаются. Поэтому жестко регламент дадим наступающий три вопроса. Извините всем, кому я сказал. Захват Крымом России. Да, готов. Важно будущее. Я, возможно, скажу странную вещь, но в возрастах стран действует прецедентное право. То есть, вот у нас есть Севастополь, у нас есть Владивосток. Когда Россия присоединила к себе Крым на основании срежиссированного спектакля «Силы военной» и волеизъявления граждан, тем самым Россия дала повод государству под названием Китай точно так же сделать с Дальним Востоком. И я полагаю, что в тот момент, когда Запад от России отвернется, Россия повернется к Китаю, Китай с большой радостью последует к примеру, который ему подала Россия. И мне это не очень нравится. Потому что я не знаю китайского языка, и его выучить до того, как оно наденется. Ну что, в Китай, до Урала будет стоять. Это первое. Это первое. Второе. Существовал договор, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантию своей территориальной целостности. Договор гарантировали Британия, Россия и США. США умы в руки. Британия умы в руки. Россия, да, она готова установить территориальную целостность России, с Яруковичем, с Киевом. И, да, конечно, безусловно. Но больше ни одна страна в здравом рассудке не откажется от ядерной программы. Таким образом, ядерных держав будет больше, и нервы у них будут все хуже и хуже. И это важное следствие того, что произошло. Таким образом, я вот не знаю, кому был выгоден зарплат Крыма и присоединение его к России. Возможно, крымчанам. Возможно, украинцам, которые не придется Крым кормить. Но не Россией точно. Конечно. Спасибо. Первый отвечающий. Потом второй отвечающий вы, третье отвечающий вы. Я отвечаю. Я отвечаю. Я отвечаю. Какие это знаете. В империи Романовых захватило огромное количество колоний. Чаще всего. Это привело к гражданской войне, потому что туда пришла не свобода в эти колонии, а увнесение в более севернически настроенного населения династии Романовых. К гражданской войне привело. Но общекультурный уровень этих народов, которые вошли в состав Российской империи, это положительную роль для них сыграло. Но дальше шел вопрос о свободе. Вообще о свободе воли объявления, о свободе самоопределения и так далее. Эта колониальная система должна была разрушиться. В 1917 году Российская империя от мирового населения составляла 11,2%. Сейчас постсоветское пространство, которое Советский Союз можно называть, 5,4%. Даже вот я был в Западной Украине, в регионах, там огромное количество музеев. Там не просто фашисты шли и убивали коммунистов и комиссаров. И задача была вообще уничтожить всю интеллигенцию. Там прямо дневниками прибитый музей, прибитые дневники этих фашистов, которые впервые после Франции, после Европы встретили сопряжеление. Огромное интеллигенция. Ну, там, минута, извините, я закончу, сказал. По течению минуты, я закончу. Нет, нет, все, давайте дальше. Может быть, про остальное, молодежь? Так вот, может быть, так. Нормально, регламина. Культурное влияние империи на отсталые колонизируемые народы это довольно спорный тезис. Например, горцев спустили в горь в города. Мясо пропало. Бывай. Но, нет, я готов через лет через 20 сказать, да, да, конечно, передовая древняя цивилизованная китайская империя действительно принесла в Сибирь просвещение и прочее, и прочее, и прочее. Нет, я даже допускаю, что люди будут так говорить, и в этой будут верь. Но, я в чем-то ответ. Давай, давай, я тебе присоюсь, тебе надо будет. Да, нет, можно вопрос. Много ли ты знаешь китайцев, живущих по Владивостоке? То есть, вообще, сколько там китайцев? Во Владивостоке нет, Владивосток в таком же парусе, в таком же парусе, в таком же парусе, в таком же Девостополе. А вот вокруг... Да, вокруг. Да, вокруг. Да, вокруг. У меня в каждом из городов, до которых добираются мои знакомые, есть вот два-три человека, которые могут это отследить. Кому-то это интересует. Наразия готова для Домитрия. Да. Собаку? Собаку, Соломина. Готовы были снасетями, если не очевидцы. Да, да. Нет, да. Ну, последний вопрос, Ваня. Ну, у нас процент, случайно. По поводу... Не, Ваня, давай, зеленые человечки, все хотят. Давайте, зеленые человечки, пошли. А, ну, чтобы это захватили третье сделок, это понятно. Я предлагаю, что мы все прекрасно понимаем, но говорить о зеленых человечках, когда они в форме, как бы, это самое, только без в погоде северного российской армии мы все это как-то полетели не осуждайте старший вариант не осуждайте не осуждайте зеленые человечки в один важный довод не только с помощью технику а если зеленые человечки вызовут подчинение российскому командованию как мы их будем третовать вот это будет оборудование ребята голосуем заново за бывшие варианты аннексия кто после депутата считает что это аннексия 32 люди подошли 126 146 2 отсюда 1 1 2 3 2 1 2 2 3 да а я там голосовалась а вопрос не учитывается факт свободы и честное влияние вообще раз повторюсь но я считаю что это более изъявление но какое оно было неправильная соревновка это только один человек про нарушения какие вы заметили вы не заметили да нарушили это не было а но для того переворота а как вы не говорили у него я не могу 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 Постоединение. Постоединение Российской. Постоединение. Раз, два, три, четыре. Заклад Крымом России. Заклад Крымом России. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Заклад Крымом России. Заклад Крымом России. на самом деле а я не знаю я 10 минут перерыв кто хочет по регламенту ко мне подходят сейчас в порядке обсуждают и мы выбираем на этом оплоте я не могу я не могу а я не могу 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 продолжить я не могу